Один кредит брался, потом затем брался другой, гасился этот, и в общем вот эта вот махинация, она крутилась, крутилась. Большие живые деньги. Такая схема развития действовала в автотранспортной фирме, где Андрей Бушманов проработал несколько лет. Его директор Андрей Сартаков якобы убеждал брать на себя кредиты всех подчиненных – водителей, слесарей, механиков. Заем люди всегда оформляли в зернобанке. В 2015-м у него отозвали лицензию. Но Андрей по бумагам продолжает быть должен. 10 миллионов рублей, Владимир – миллион. У меня было две фирмы, сейчас арестованы капиталы, ничего не ведется. Жена нет, она не работает. Двое детей, она с детьми сидит. В юридической ловушке 32 человека. Несмотря на то, что директора предприятия уже судили за мошенничество. Люди третий год отстаивают свою непричастность к пирамиде. С юридической точки зрения в договоре подвоха нет. Единственное, что эти договоры заключались только для того, чтобы снять какую-то уголовную ответственность с Артакова и с неустановленного сотрудника зернобанка, с кем они задумали вот эту махинацию по воровству денег. Потерпевшие считают, что на их стороне железный аргумент эффективности кредита, его условия. Миллион брался на 2-3 месяца под справку о доходах в 30 тысяч рублей. Тем не менее, в уголовном деле потерпевшим признан зернобанк, а 32 заемщика – просто свидетели. Дальнейшие действия и вообще порядок взыскания уже это, скажем так, за пределами рассмотрения настоящего уголовного дела и будет все это решаться уже в гражданском правовом характере. Адвокат одного из непризнанных потерпевших Мария Доценко считает, что гособвинение недоработало в защите людей. Ведь по приговору 31 миллион долга должны списать с Артакова. При этом деньги снимают и с его сотрудников. Выходит в банку двойной куш. Но адвокат уверена в успехе дела. По одному из двух вариантов защиты. О признании кредитных договоров недействительными в силу обмана и заблуждения, потому что это установлено приговором в суда, признание их незаключенными ввиду безденежья. Потому что тем же приговором суда было установлено, что физические деньги не были в обладании работников. То есть они передавались от работников банка непосредственно к виновному. По словам Марии Доценко, судьбу дел бывших заемщиков мог бы решить прецедент в суде. Адвокат надеется на положительный исход. Первое заседание по делу ее подзащитного назначено на четверг. Анастасия Дорога, Николай Шелков, Алексей Фризин. Наши новости.